Мне было 12 лет, тут воды было, забор наполовину был закрыт. Галина Васильевна вспоминает, как в 72-м году их поселок переживал страшное наводнение. Говорит, тогда остались и без урожая, и без крыши над головой строительству Нижнебурейской ГЭС. Жители поселка рады, но все же некоторые опасения у них есть. Мы опасаемся, что когда наполнится полное водохранилище, что будет большая влажность. Это может отразиться на наши огороды, на наши культуры, потому что мы люди сельские, в основном с огорода живем. Единственный плюс, что мы не боимся и надеемся, что не будет наводнений, затоплений, что наши дома останутся целы, огороды. Нижнебурейскую ГЭС как раз таки и начали строить, чтобы в дальнейшем избежать случаев с наводнениями и паводками. Именно она станет контррегулятором Бурейской ГЭС, которая входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России. 28 марта ровно в 5 утра специалисты установили затворы водосбросной части плотины в положение, обеспечивающее наполнение водохранилища. До этого момента на этом месте проводились работы по подготовке почвы, сохранению флоры и фауны, по санитарной очистке территории и даже археологические раскопки. За пару дней до начала заполнения здесь также работала водолазная группа, которая смотрела и проверила все затворы и непосредственно саму плотину, после чего специальная комиссия подписала акт о готовности к заполнению. Как отметили в Росгидро, перекрывать течение буреи полностью не станут. Створки будут приоткрыты. Сейчас расход воды, что поступает по течению от створов Бурейской ГЭС, ежесуточно составляет 1000 кубов. В Нижний Биев Нижнебурейской ГЭС поступает до 500 кубов воды, то есть половина излишки как раз таки и аккумулируется в новом водохранилище. Основная ее функция – это регулирование стоков Бурейской ГЭС для того, чтобы выравнивать их в суточном режиме, графика нагрузок, срезать пики паводков, то есть равномерно перераспределять водный поток, который приходит от створа Бурейской ГЭС к створу Нижнебурейской ГЭС. Ну и, естественно, следующая очень важная функция – это выработка электроэнергии. Вода, которая уже участвовала в выработке, пройдя через агрегаты Бурейской ГЭС, повторно вырабатывает электроэнергию, вращая лопасти турбин Нижнебурейской ГЭС. То есть это еще и высокий экономический эффект. По плану первые киловатты энергии Нижнебурейская ГЭС начнет вырабатывать в апреле, но пока в тестовом режиме. До конца августа специалисты намерены завершить все испытания оборудования и ввести станцию в эксплуатацию в полном объеме. Пока же главная задача – это наполнить водохранилище в течение двух недель. Уровень реки в верхнем бьефе плотины планируют повысить на 11 метров, чтобы достигнуть отметки в 128 метров над уровнем моря. На момент перекрытия мы должны были набрать 14 метров. Сегодня пошли третьи сутки, мы подняли 6,5 метров. С верхнего бьефа и с нижнего бьефа на сопрягающем устое стоят датчики уровня воды. По связи эти данные поступают на компьютер. Каждую минуту поступающие данные обрабатываются в онлайн-режиме. Как отмечают специалисты, заполнение водохранилища проходит в плановом режиме. Как только ложе верхнего бьефа достигнет нужной отметки, на ГЭС пустят в работу два гидроагрегата, которые уже полностью смонтированы. Еще пара сейчас готова наполовину. Их должны довести до рабочего состояния в течение весны и лета. Между тем, сейчас рабочие производят разборку бара, проще говоря, очищают нижнюю часть русла реки от различных загрязнений, которые были принесены сюда осенними паводками, дабы в дальнейшем они не мешали току воды и работе гидроагрегатов. Такая очистка в дальнейшем позволит воде сохранять ее полезные качества, благодаря чему не будет наноситься экологического вреда природе. Как отмечают в природоохране, здесь будет водиться много рыбы, ведь чистая вода – это хорошее место для ее обитателей. Между тем, специалисты проводят последние тестовые работы в сердце Нижнебурейской ГЭС. Именно отсюда, из комнаты пультового управления, будет производиться контроль за работой гидроэлектростанции, которая в дальнейшем будет снабжать электричеством важные объекты Дальнего Востока, включая и Амурский космодром.